Всем привет! Это была очень насыщенная неделя, подарившая Интеру Суперкубок во встрече с Миланой. Дебют Роналду в официальном матче в чемпионате Саудовской Аравии. Крутые камбэки Реала и Сити в один день против Вилья Реала и Тоттенхэма соответственно. Ну и возвращение Бундеслиги, где в отчетном туре забивали в среднем по 4,5 гола за игру, позабыв, что значит нормально оборониться. Ну а под конец недели Арсенал сделал мой прогноз на то, что они 16 февраля не будут первыми в таблице, еще более смешной. Наверное, надо перестать вас развлекать и начать аккуратно выбирать, что и когда говорить про те или иные команды. Или нет? Пишите в комментариях. На место в рамке претендовать будут два человека из Ла Лиги. Это Павло Гасанига из Жироны, который сделал 8 сейвов с Вильяриалом, отбил пенальти на 93-й минуте и, казалось, принес команде очки. Но на 97-й Реф назначил еще один 11-метровый, и только тогда аргентинец пропустил. Ну а второй претендент – это Стена из Каталонии, Марк Андре Терштегин, спасавший Барсу в матче с Хитафи. Вы посмотрите, какой сумасшедший сейв он сделал, нейтрализовав выход 1 в 0 в первом тайме. Ну и вообще в Ла Лиге он пропустил только 6 голов в 17 играх, что, конечно же, является лучшим результатом в топ-5 чемпионатах. В обороне левый фланг отдаем Алексу Зинченко за очень продуктивный матч с МЮ, где он всегда являлся дополнительной опцией для партнеров у чужих ворот. Разогнал атаку при первом голе, отдал, по сути, предголевой пас на победный мяч, но и в обороне был аккуратен. Технарь Энтони в итоге мало что смог создать на фланге украинца. Ну а дикие празднования Зины – это уже классика. Правый фланг доверим Матео Дармиану за матч против Милана, сделавшему так, что суперфланг Тео плюс Лиао не отличился результативными действиями и создал не так уж и много остроты. А сам итальянец был лучшим на поле по отборам – всего у них аж целых шесть. И был лишь однажды обыгран один в один. А еще и атаку в ситуации с первым голом начал с уверенным пасом на Джеку именно Дармиан. В центре обороны для начала отметим уникального паренька Данила Дуки из уникального Униона. Парень провел только седьмой матч в топ-лиге, но уже набрал четыре голевых действия, два из которых – это решающие мячи после угловых встреч с Хофенхаймом на неделе. На втором этаже голландец, как и вся его команда, очень силен. Если посмотрите хайлайты, покажется, что ребята просто в каком-то другом виде спорта соревнуются. Пару ему составит Марк Гуехи из Crystal Palace. Подопечные в Биера провели на неделе две игры с топами – МЮ и Ньюкастер. Да-да, сороки нынче тоже топчики. И не проиграли в обоих встречах, сведя к минимуму количество шансов у своих ворот. Ну а Марк в этих встречах царил в обороне и ни разу не позволил себя обыграть один в один. Даже несмотря на потерю датчанина Андерсена, пара Гуехи-Ричардс кажется очень монолитной. Переходим к центру поля, где опорника исполнит футболист Кёльна Элис Схири. Как же крут этот тунисец. И ассист отличный может исполнить, и гол красивый забить, и в прессинге хороший. Наряду с нападающим Тигесом он был лучшим в матче с Вердером, где они уничтожили соперника, отгрузив тому аж семь мячей. Далее чуть ближе к атаке сыграет Антуан Гризман за великолепный перформанс. Его пятки во встрече с Валидолидом, который он и ассист отдал, и сам забил гол. Плюс мяч Эрмоса пришел тоже после подачи того же Гризмана со штрафного. Вот после таких перформансов и думаешь, ну почему в Барсе нельзя было так играть? Дальше переходим к атакующим полузащитникам, где вновь будет Риад Морес, находящийся в сумасшедшей форме. Алджирис считай в одиночку организовал суперкомбэк с Тутенхэмом после провала в первом тайме. Забил два гола и отдал классный ассист на голову Холмда. Плюс в матче с Улухентером он хоть и не забил, но был важнейшим элементом команды и плана Пеппа на игру против низкого блока Лапитеги. Справа расположится Патрик Виммер из Вольсбурга, главный автор унижения очень крепкого Фрайбурга. Виммер и жестко прессинговал соперника, начиная от атаки, и голевую отдал, а еще сам забил уже на первой минуте матча. И главное все это с крутыми показателями эффективности. Один перехват и он привел голу. Два удара, один из которых завершился голом. К нам в команду австрийец попадал еще играя за Армению. Теперь вот видим, что очень подошел Нику Ковачу и его Вольсбургу. Слева сыграет Адемоло Лукман из Аталанта. Парень на виду с Решфордом, наверное, прямо сейчас один из самых ярких футболистов Европы. На неделе он сначала в кубке оформил дубль со Специей, а потом в матче с Ювентусом в серии А оформил три результативных действия. И вот уже нигериец с 11 голами занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата, уступая только соотечественнику Асимхэн. Ну и центр НАПА исполнит Эрлинг Холланд. Вот, видимо, дошли до человека слухи о попадании в список худших на прошлой неделе. И он сразу завелся. Забил сначала шпором, а с волками и вовсе оформил хит-трик. Пусть голы вышли очень простыми на первый взгляд, но, друзья, у норвежца уже 25 мячей в 19 играх. Это темп на 50 голов по итогам сезона, что, конечно же, очень мощно. Сема получилась 4-2-3-1. Очень она мне нравится, хотя современные тренеры все реже ее используют. В центре поля у нас интересное сочетание атлетизма с Хири и мозга Гризман. Трио атакующих полузащитников как источник невероятной голевой потенции. Ну и лучший бомбардир сезона в лице холода. С такой командой надо доминировать и побеждать на стиле. Тренера для этой команды подобрать очень легко. Сейчас в европейском футболе главный доминатор Микель Артета. Как же он крут! В одном из важнейших матчей сезона с таким давлением он берет и по моментам уничтожает соперника. А главное, МЮ проверял Арсенал на стойкость два раза за матч. Ведь Юнайтед забил первым, а потом еще и отыгрался по ходу второго тайма. Но Микель и его команда верили в свой футбол и добились успеха. То есть при Артете Арсенал стал круче не только по игре, но и ментально команда прямо матереет на глазах. Браво, Микель! Ну а теперь перейдем к постоянной рубрике от Фонбет. Посмотрим на главные матчи этой недели. В следующий четверг в рамках 1-4 Кубка Испании Барса сыграет сериал со Сиданом, а Реал с принципиальным соперником Атлетико в пятницу в 1-16 другого Кубка Английского встретятся Ман-Сити и Арсенал. Ну и на выходных состоятся несколько интересных поединков. Бавария-Айнтрахт, Марсель-Монако и Наполь-Рома. Подробные линии и выгодные коэффициенты на эти события вы найдете, конечно же, у наших партнеров из Фонбет. А по ссылке внизу вас будет ждать бонус в 2000 фрибетов при регистрации в мобильном приложении. Велк! Список же игроков на замену откроет суперсап недели Дани Сибальюс. Как же круто он вышел на замену в матче с Велериалом. После неудачного для Мадрида первого тайма на 56-й минуте появляется на поле Дани и игра переворачивается. Сначала отличная атака с его ассистом на Венисиуса. Потом она дает пас в штрафную до Бензима и после удара француза на добивании поспевает Милитал. Ну и победный гол забивает сам Сибальюс отличным ударом в стиле Тони Кросса. Просто бенефис испанца. Второй здесь еще один участник этого матча Жерар Морено. Просто посмотрите какие две гениальные голевые он отдал в первом тайме на Капу и Чуку Уэзо. Ну просто мастер. Кто же знал что Велериал не удержит такое преимущество. Так мы бы после матча явно говорили все про Жерара Морено. Третьим берем на скамейку Эдин Кетти. Нельзя не оценить то как здорово он подменяет Джезуса и как классно играет в штрафной площади. В первом голе с Мью обманул соперника и сыграл на опережении. А в эпизоде с победным мячом его оказание стало голевым за счет прыти и постоянной включенности в эпизод. А так был бы и хитрик у англичанина если бы не давить Дехея. Четвертый Эдин Джекко. Абсолютный король первого тайма игры за суперкубок с Миланом. Сначала он отдал в касание предголевый пас на Баррелу. Далее Эдин очень круто разобрался в эпизоде со своим голом. Плюс имел еще один крутой момент на 3-0. Но там спас Тетришана. Думаю это был лучший матч босницы за Интер. Болельщики на Радзури. Что скажете. Ну и замкнется список запасных Анхель Демарье. Юве страдает из-за санкций. Лишается многих лидеров из-за травм. Саталанты, Сченсны пропускают уже в начале пенку. Судья дает бороться в каждом спорном эпизоде. И вот во всем этом бардаке Анхель берет и тащит команду на себе. Я его таким мотивированным не видел даже на чемпионате мира. Постоянно шел в единоборство. Делал отборы, перехваты. Реализовал пенати. При розыгрыше Шестафнова отдал ассист на Данилов. Оформил 4 ключевые передачи. Ювентус не проиграл этот матч только благодаря ветерану. Голосуйте в нашем Телеграме за лучшего запасного. И давайте послушаем Сашу с традиционным дайджестом главных событий. Всем привет. Я сейчас не в Москве, отдыхаю, но события, разумеется, подготовил. На неделе расстроили своих фанатов два клуба из нашего последнего топа провалов. Челси купил очередного игрока Атати. Их уже 10 в команде. Но не Мадуэти из ПСВ. За травматичного голландца со средней результативностью, который в последнее время не прогрессирует, Боули заплатил почти столько же, сколько Ливерпуль за героя чемпионата мира ГАКПа. Бред. Однако еще хуже дела в Ювентусе. По делу о финансовых махинациях, стоинцев сняли 15 очков. Из-за чего они опустились на 10 место. Болела Юве, держитесь. Ну а на третьем месте одна из самых странных остановок футбольного матча в истории. На неделе в Непале игру прервали из-за приземления на поле вертолета. Оказалось, что какая-то веселая компания хорошенько выпила и заказала себе полет. А потом, по утверждениям пилота, заставила его совершить посадку именно на футбольном поле. Футболисты испугались и разбежались, фанатов обдало пылью, а парни из вертолета явно получили удовольствие. Вот только зрители матча не оценили такого появления. Недовольные сорванной игрой они избили пилота и пьяных пассажиров. А от совсем печальной концовки весельчаков спасла полиция. Чудакам из Непала минус 10. На втором месте плохая форма Тоттенхема и токсичность Конте. В четверть шпоры очень обидно проиграли Сити 2-4, хотя после первого тайма вели 2-0. В команде явно большие проблемы. В шести матчах после ЧМ клуб одержал только две победы и выпало с топ-4, докуда им теперь 6 очков. В этом сезоне в матчах с командами из большой шестерки и Нью-Каслом вообще не одержали ни одной победы. Магия Конте, добивавшегося успеха со всеми клубами, пока не работает. Или проклятие Тоттенхема сильнее? И кажется, что проблема в самом Антонио, в его токсичности. Итальянец только дизморалит команду. Сейчас Тоттенхем не готов бороться за что-то серьезное. Через год-два мы будем выигрывать такие матчи. Это слова после поражения от Ман-Сити. Может, мы забыли, как надо страдать? 21 пропущенный в 10 матчах, будто команда из зоны вылета. Еще одна воодушевляющая фраза тренера. Не, понятно, наставник должен признавать свои ошибки. Но обычно они их говорят где-то в раздевалке, а на прессу защищают команду. Конте же делает как-то наоборот. Параллельно Антонио не продлевает контакт со шпорами. И по слухам, летом, а может уже даже по ходу сезона, может уйти из клуба. А остаться он готов на условиях значительного повышения зарплаты. При том, что итальянец и так один из самых высокооплачиваемых тренеров мира. Кажется, Антонио поплыл, и его проект в Тоттенхеме может закончиться печально. Конте минус 30. Ну и на первом месте арест Дани Алвеса. На неделе громыхнула новость, что бразильцы подозревают в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Барселоны. Как пишут СМИ, дело было 30 декабря. Две подрудь отправились на дискотеку, после чего в вип-зону клуба их пригласил через официанта Алвес. Когда девушки присоединились к футболисту, он начал домогаться до одной из них. Там много неприятных подробностей со слов жертвы. Если коротко, то Дани заставил девушку пойти в туалет, где грубо с ней обращался, избил и в итоге изнасиловал. В полицию она передала медицинское заключение о побоях и платье, на котором могут быть следы биологического материала Алвеса. В пятницу игрока заключили под стражу без права внесения залога. Бразилец все отрицает. Не верит в виновность мужа и супруга Дани. В целом, все это похоже на типичную историю с подставной эскортницей. Вот только есть пара подробностей, которые говорят против Алвеса. Сама девушка отказалась от компенсации и просто хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Корыстью тут и не пахнет. А Бразилец меняет показания. Сначала говорил, что не знает женщину, а теперь признает, что у них была интимная близость. Дани грозит от 4 до 12 лет тюрьмы. А ведь еще месяц назад на Мундиале Алвесом все восхищались. Все это еще раз подтверждает, девушки, которые крутятся вокруг футболистов, могут стать одной из главных проблем в их карьере. Даже если эта карьера уже заканчивается, а ты один из самых позитивных футболистов 21 века с отличной репутацией. Об этой и других трудностях игроков мы поговорим подробно в четверг в топе проблем футболистов. Это будет один из самых необычных выпусков на Мяч Продакшн за все время. Уверен, вам понравится, так что ждите. Ну а Дани Алвесу минус 1000. Теперь о хорошем. Луис Суарес круто дебютировал за Грэмио, оформив хет-трик за полчаса в Суперкубке штата Рио Гранду Дусул. Ургуайц признался, что это его лучший дебют в карьере. Кстати, вот вам еще один анонс. В субботу выпустим ролик «Пять причин величия Суареса в обновленном формате». Там столько драмы. Ждите. Ну а на третьем месте футбольная ностальгия из Саудовской Аравии. Там на неделе ПСЖ провел товарняк с объединенной командой из звезд Аль-Хилляля и Аль-Насра. Один из бизнесменов, кстати, отвалил 2,6 миллиона долларов за VIP-билет на матч и возможность пройти в раздевалку к игрокам. И его можно понять. Ведь мало того, что игра получилась яркой по счету, 5-4 в пользу Прижан, так это была и, возможно, последняя встреча на поле Месси и Криштиану. Лео открыл счет в начале матча. Криш ответил уже через полчаса. А в конце первого тайма оформил дубль. Еще был эпизод, где Рон отобрал мяч у Месси. Уже после матча Леонель выложил в сторис фото, где обнимает Криша. А Рон пост с каруселью, где было фото с Лео. Португалец подписал его. Было приятно встретить старых друзей. Ну разве не мило? Еще был прикольный момент перед матчем в подтрибунке, когда Роналду подряд пожал руке Неймару, Месси и Мбаппе. Келлиан, кстати, явно рад встрече с кумиром и сиял, разговаривая с ним на поле. Были приятные флэшбеки и у фанатов Реала. Криштиану до и после игры радостно общался с экс-одноклубниками Рамосом и Навосом. Правда, на поле они друг друга не щадили. Кейлор заехал Рону в лицо в штрафной, после чего как раз и был назначен пенальти. А Рамос жестко отобрал мяч у португальца в одном из эпизодов. Серхио в своем стиле. Всем участникам встречи за подаренную ностальгию плюс 100. А на втором месте трансферы, которые мы давно ждали. Начнем с перехода Мемфиса Депая в Атлетика. Да, может голландец и не самый работоспособный игрок Атаки. Требованием Симеона ему придется привыкать, но это точно лучше, чем продолжать сидеть на банке в Барсе. Да и давление в Атлетика не такое большое. Есть надежда на возрождение лучшей версии Депая. Бавария на замену Нойеру, который из-за травмы может вообще не вернуться на топ-уровень, приобрела Яна Зоммера из Гладбаха. Радует, что швейцарец наконец получил шанс проявить себя в топ-клубе. Вратарь-то он классный. Как и Нойер, круто играет ногами, хорош на ленточке. Да, Ян не блещет стабильностью, но и оборона у него в Баруси никогда не была топовой. Может, с более классными защитниками все наладится? И третьим хочется отметить трансфер Леандро Троссара из Брайтона в Арсенал. Очень полезная для всех сделка. Для Брайтона, потому что бельгиец в последнее время конфликтовал с тренером Дедзерби, а теперь и атмосфера в коллективе наладится, и клуб получит 24 миллиона. Арсенал же приобрел адаптированного КПЛ универсального в атаке футболиста в классной форме. У бельгийца 7 плюс 3 в 16 матчах чемпионата. Глубины состава уж точно добавит. Всем новичкам удачи и по плюс 200 к арме. Ну и на первом месте главный тренерский талант сезона. В субботу французский Рэймс вышел в 1-8 национального кубка и довел в серию без поражений до 13 матчей. В последний раз клуб проигрывал аж в сентябре, и было это при старом тренере Оскари Гарсии. После команду возглавил его помощник Вилл Стилл и поднял Рэймс из зоны вылета уже на 11 место. Но самое интересное, Стиллу всего лишь 30 лет, и он является самым молодым действующим тренером в топ-5 лигах. Причем у коуча до сих пор нет лицензии про, из-за чего Рэймсу за каждый его матч в Лиге 1 приходится платить по 25 тысяч евро. Еще из любопытных фактов о Вилле. Он фанат компьютерной игры, футбол-менеджер. Говорит, что раньше мог зависать в ней с утра до ночи и признает, что в какой-то мере игра повлияла на него, как на тренера в реальном футболе. Если посмотреть на карьерный путь Стилла, вы не увидите какого-то невероятного взлета. Рано закончил с футболом, начал тренировать детей в третьем дивизионе Англии и по ступенечке поднимался вверх. В 24 года стал самым молодым тренером в истории второго дивизиона Бельгии. В 28-3 самым молодым в высшем дивизионе страны. Вот тогда на него обратили внимание в Рэймсе. Да, ввиду возраста Стилла так и просится сравнение с Наггельсманом или Тедеско, но его методы работы далеки от немецких тактических гиков. Ориентиром этнического англичанина, выросшего в Бельгии, является Фергисом. Поэтому Вилл делает упор на атмосферу и высокую конкуренцию в коллективе. Говорит, что возраст позволяет ему быть на одной волне с игроками и лучше их понимать. Например, коуч слушает с подопечными одну и ту же музыку в раздевалке. Виллу Стилла удачи и плюс 300 карми. Список худших откроет вратари Бундеслиги. Это Марк Флеккин из Фрайбурга, который пустил шестерку от Вольсбурга и играл так, что теперь кажется, что нет вопросов, почему Ван Галл не взял его на Мундиаль. И кипер Вердера Иржи Павленко, который будто в начале карьеры был полевым игроком, а не кипером. Посмотрите на его 7 пропущенных мячей в матче с Кёльном и сами во всем убедитесь. Далее у нас косячные защитники. И тут мы выделим Нико Шлоттербека из Дортмунда. Он может сколько угодно забивать и раздавать голевые. Но то, как плохо немец играет под прессингом и как иногда просто смотрит футбол, находясь на поле, это тихий ужас. Посмотрите на все три гола Аугсбурга, каждый из которых был забит при участии Шлоттербека. В средней линии отметим слабую игру пары Хёйберг-Бентанкур. То, что команда Конте, ведя 2-0, не может взять игру под контроль и засушить ее, вина именно этой линии. На двоих в матче с Сити у парней ноль ключевых, ноль ударов, одна выигранная верховая дуэт, один перехват. Хорошо, хоть отборов набралось целых три. Почти никакой помощи, что в обороне, что в атаке. В атаке продолжим пробуждать звезды. И сегодня у нас на очереди Мохаммед Салах. Что-то совсем он сник в 2023-м. Всего один гол в пяти матчах, и тот в Улорхэмптону в кубковом матче, который в итоге переигрывали. Египтянин своей блеклой игрой только усугубляет кризис команды. С Челси он вообще был беззубым. Один удар, одна ключевая за 90 минут. Это ничтожно мало. Жду ваших голосов за главного юзера недели. В прошлый раз лучшим игроком, а точнее игроками недели, вы признали дуэт Хвичи и Йосимхэ. Сегодня название MVP будут предъявлять следующие персоналии. Герои камбэков своих команд. Риат Морес и Данис Сибалюс. Антуан Гризман за красивый бенефис. Адемола Лукман за 4 гола на неделю. И сумасшедший Холланд за очередные мячи тоже здесь есть. На этой неделе было очень много красивых голов. Так что подборка в нашей традиционной рубрике будет масштабной. Начнем с еще одного гола Миранчука за Торино. Левый в дальний угол. Далее у нас Лаутаро. Оцените его работу корпусом и удар внешней стороной. По-моему, очень мастеровита. Из матча МЮ Кристал Пелос возьмем оба гола. И комбинацию, завершившуюся мячом Бруно, и банку со штрафного от Майкла Олиса. Очень красивый Дехео огорчил и Букаю Сака. Хотя выстрел Решфорда в этой встрече получился тоже на загляденье. В Германии отмечаем красивый гол боковыми ножницами от Схири из Кёльна. Ну и победный гол-конфетку Джованни Рейны в ворота Аусберга. Ну и закроем список голом Гризмана пятки. И мячом Мараты, случившимся также после акта гениальности от Антуана. Вот такой богатый шедевр была эта неделя. Вам предстоит нелегкий выбор автора лучшего гола и главного игрока недели в телеге Мяч Продакшн. 140-й выпуск команды недели для вас вновь проявили Васан Балан и Сашоров. Друзья, ваша активность под роликами не перестает радовать. Так что не сбавляйте обороты и пронажимайте уже все нужные кнопки. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин